Оказывается, в русском языке пословицы поговорок, связанных со зрением, огромное множество. Ну, посудите сами. Вот. Видит око, да зуб не имет. Раз. Глаза боятся, а руки делают. Два. Глаза, как плошки, не видят ни крошки. Три. Зри в корень четыре. И баба с возу глаза на ру... А, это не надо. Это, в общем, будем считать, ладно, пять. И ведь, если задуматься, действительно, именно органы зрения предоставляют наиболее полную информацию об окружающем нас мире и позволяют нам в нем ориентироваться. И, наконец, именно с помощью зрения мы можем наслаждаться красотой природы. Но вот интересно, правда ли, что мы видим мир именно таким, какой он есть, или же картинка, поступающая нам в мозг, всего лишь перевернутое изображение того, что мы видим? И как это проверить? Галилео продолжает демонстрацию уникального сериала о глазах. Сегодня наш знакомый исследователь Виталий решил посетить выставку оптических иллюзий. Начинающий ученый хочет выяснить, что такое оптическая иллюзия и как она возникает. Смотрите сами. Кажется, что на этом столе лежит голова, а тела нет. Как это возможно? Весь секрет в боковых стенках стола. Они зеркальные. А значит, отражают шахматную доску на полу и стены. Создается ощущение, что под столом ничего нет. Хотя, с другой стороны, достаточно места для остальных частей тела. Вот вам и оптическая иллюзия. А вот и еще одна. Как, например, из этих красочных пятен получаются картинки. Достаточно положить изображение под цилиндрическое зеркало, как в нем сразу отразится утенок или клоун. То есть без зеркала рисунок словно вывернут наизнанку. Возникает оптический обман. Постойте, но кто же обманут? Наши глаза или мозг? Оказывается, глаза видят не сами объекты, а свет, который идет от них. Если на пути к глазу световые лучи преломляются, натыкаясь на зеркала, то на сетчатку попадает искривленное изображение. В этом случае мозг додумывает увиденное. Возникает оптическая иллюзия. Но и это еще не все. Удивительно, но картина окружающего мира поступает в человеческий мозг с задержкой в одну десятую долю секунды. То есть мы получаем картинку с опозданием, как при трансляции телемоста. Правда, этой задержки мы не ощущаем. Интересно, почему? Проведем тест. Лаборанту Галилео бросают мяч. Информация о брошенном мяче попадает в мозг испытателя лишь спустя десятую долю секунды. К этому времени мяч уже долетает до лаборанта. Почему же испытатель успевает его поймать? Оказывается, наш мозг и в этом случае додумывает, что должно произойти, и отдает команду «поймать мяч». Если девушку отвлечь другой задачей, то мяч упадет на пол. Оптические иллюзии возникают, когда наш мозг ошибается. Вглядитесь внимательно. С какой скоростью движется картинка? На самом деле круги не вращаются. Секрет этой иллюзии в правильно подобранных цветах и их последовательности. Боковое зрение выхватывает только желтый, синий и зеленый цвета. Мозг пытается соединить их, домысливает остальную картинку и возникает иллюзия. А здесь линии параллельны? Представьте себе, да. Глазомеру человека проще распознавать горизонтальные линии, а вертикальные всегда кажутся расходящимися вверху. Так как в параллельных полосах это невозможно, то мозг решает, что горизонтальные линии сужаются. На самом деле все ровно. Но самый грандиозный обман мозга скрывается прямо под нашим носом. Оказывается, мы видим мир перевернутым вверх ногами. Глаз человека похож на камеру обскура, прототип фотоаппарата. Через небольшое отверстие в камеру проникает свет. Он отражается от задней стенки, преломляется через сложную систему линз и проецирует перевернутое изображение. То же самое происходит и в нашем глазу. Пройдя через роговицу, лучи света преломляются в хрусталике. На сетчатке глаза картинка перевернута и читается справа налево. Для тех, кто не понял. В мозг человека изображение поступает перевернутым. Кстати, именно так видят мир все новорожденные. Но спустя несколько месяцев мозг младенца начинает анализировать происходящее и понимает, где верх, а где низ. Сначала мозг переворачивает картинку, чтобы нам, например, было удобнее ходить. А потом делает это автоматически. Виталий решил узнать, а можно ли обмануть мозг. В качестве объекта ученый выбрал домик, собранный из учебников. Если смотреть на него вниз головой, то крыша, естественно, окажется внизу. Как мы уже знаем, на сетчатке глаза картинка всегда переворачивается. Если смотреть на дом вверх ногами, то на сетчатке он окажется крышей сверху. Получается, что мы облегчили задачу мозгу. И теперь ему не нужно переворачивать изображение. Но что происходит? Даже стоя вниз головой, Виталий по-прежнему видит все вверх тормашками. Оказывается, зрительный центр по привычке все еще переворачивает картинку. Правда, если наш экспериментатор будет ходить несколько дней на руках, то мозг адаптируется и перестанет это делать. Тогда, стоя вот так, вниз головой, Виталий начнет видеть дом крышей вверх. Только на такие подвиги наш герой пока не готов. Итак, сегодня мы выяснили, что иллюзия — это обман мозга, а не глаз. Человек видит мир вверх ногами, и только мозг способен перевернуть картинку с головы на ноги. Продолжим завтра. Говорят, что мозг сам может корректировать изображение. Если долго-долго смотреть на перевернутое изображение, рано или поздно это изображение перевернется обратно в исходное состояние. Я уже 20 минут смотрю на это изображение, и кажется, у меня изображение. И что-то изображение с нелой горшницей в расшраслой зоучьей мочкостничоц, и неужала в изнюю жвозь из... поежу в нюс, неужала в нюхов, за лиле... Слава Богу, отпустила, Господи. Никогда, никогда не делайте это дома без присмотра врачей. Слава Богу!